Пожарно-спасательная служба Пожарно-спасательная служба получила очередной вызов. Здесь в Имонте с огнём боролись 33 пожарных. А в Государственной службе окружающей среды уверены, поджог был умышленным. Пожар повышенной опасности возник на проспекте Курземес. И чтобы справиться с огнём, пожарным понадобилось около 4 часов. За это время пламя распространилось на территорию более 600 квадратных метров. Мы можем утверждать, что это был умышленный поджог. Пожар, по словам пожарно-спасательной службы, не возник в одном месте. Злоумышленники целенаправленно сделали поджоги одновременно в виде линий в различных сторонах свалки. Отметим, эту свалку нельзя назвать нелегальной. До 2015 года на этой территории работало предприятие, которое занималось хранением отходов. Но оно обанкротилось. И сейчас фирма за свои средства вывозит мусор и регулярно отчитывается службе окружающей среды. Почти половину уже вывезли. И тут пожар. В службе среды говорят, тот факт, что этим летом свалки горят одна за одной, это ненормально и подозрительно. Возьмём пожар на незаконной свалке в Юрмале, затем на лугах в Спилово. Теперь этот пожар на проспекте Курзимас. Везде очевидны злонамеренные действия и целенаправленная деятельность против службы среды. И против всего Министерства среды и регионального развития. Полиция ведёт следствие. Впрочем, в ассоциации компаний по управлению отходами говорят, служба среды пожинает плоды своей же работы. Очевидно, что разрешения на хранение отходов выдаются слишком легко. Ранее наша ассоциация давала заключение о каждом запросе на выдачу разрешения на хранение отходов. Но позже госконтроль решил, что служба среды должна сама этим заниматься. И мы прекратили сотрудничество. Они пытаются работать, но у них не хватает средств. В ассоциации предлагают вынуждать предприятия страховать свою деятельность по хранению отходов, чтобы в случае ЧП государству не пришлось оплачивать ликвидацию последствий. Таким образом, страховщики могли бы также оценивать, достаточно ли конкретное предприятие надёжно, чтобы заниматься этой деятельностью. Евгения Копылова, Кристопс Домбровский, Слатвийское телевидение.